И всем привет, с вами Росиксон, и в этом видео я расскажу про интересный проект Falk Finance. Я это видео разделю на две части. Первая часть вводная, где я расскажу в общем, что это за проект. Во второй части я уже подробно разберу все тонкости этого проекта, а именно Falk Finance. Это ведущий протокол рынков капитала, построенный на основе блокчейна Algorand. Algorand это чистый протокол криптовалюты Proof of Stake Blockchain с механизмом консенсуса, выбранным для масштабируемости, предназначенным для решения трилемы блокчейна. Эта информация нам нужна, чтобы понять все дальше про проект. Благодаря депозитам операциям, пользователи Falks могут предоставлять ликвидность и мгновенно получать постоянную экономическую прибыль. Посредством операции заимствования, пользователи могут запрашивать криптокредиты, блокируя депонированные средства в качестве залога. 1 октября 2021 года экосистема Algorand пришла на децентрализованную модель управления. Так, теперь моя поправочка. Многие не понимают, что такое децентрализация и насколько она важна. Итак, децентрализованный проект называется, в котором отсутствует третья сторона, администратор или руководитель. Если сказать кратко, Falk Finance разработала новую систему, которая позволяет пользователям, желающим участвовать в качестве управляющего, не терять ликвидность на период голосования, путем распределения ликвидного актива под названием G-ALGA, отчеканенного в соотношении 1 к 1 к стоимости алга. Как же это устроено? За каждый период голосования N двоеточие B в течение нашего периода обязательства, пользователи могут создавать G-ALGA для алга по ставке к 1. Пользователи, которые ранее внесли обязательства, могут комментировать свои G-ALGA в обмен на алга по ставке 1 к 1, при условии, что сумма не превышает их баланс чеканки, и это произойдет до истечения периода действия нашего обязательства. По истечению нашего периода действия обязательств пользователи по-прежнему могут создавать G-ALGA для алга 1 на 1, однако они не будут получать за них вознаграждение в конце периода управления. После окончания периода управления, все пользователи могут сжигать свои G-ALGA для алга по единой ставке. Как только вознаграждения будут распределены, Algorand Foundation, все пользователи, создавшие G-ALGA в течение периода действия обязательств, смогут претендовать на соответствующую сумму вознаграждений. Да, очень много информации, но это очень важно для понимания проекта и как он работает. Награды за управление алгоритмами. Вознаграждения ALGA, полученные в результате участия в управлении ALGA, могут быть востребованы пользователем, который первоначально задействовал ALGA в течение периода действия обязательства. Сумма рассчитывается таким образом. Вознаграждение за период управления за совершенный алгоритм, платеж, ее процент вознаграждений, удерживаемым протоколом и отправляемых в казну сообщества. Текущая комиссия 5%. Но нужно обратить внимание, что эта комиссия в размере 5% от выдамаевых вознаграждений, а не от суммы совершенных ALGA. Давайте рассмотрим пример. Пользователь совершает 1000 ALGA, и когда период управления заканчивается, вознаграждение, которое он должен получить, составляет 50 ALGA. Пользователи получают их вознаграждение за минусом 5% от суммы их вознаграждений, то есть от 50 ALGA минус 5% и равно 47 ALGA. Такс, с вводной частью мы закончили. Если что, задавайте вопросы в комментариях, я на них отвечу. А также все ссылочки на проект будут в описании. А теперь я более подробно изучу документацию Folk Finance. И мы узнаем все тонкости площадки. Folk Finance – это результат обширных исследований и разработок, проведенных командой. Также при поддержке специализированных партнеров. Целью создания безопасной и точной новой финансовой системы, ориентированной на расширение прав и возможностей пользователей. И предоставление им максимальной гибкости в отношении их позиций по кредитам. Как никогда раньше в отношении кредитования DeFi. Почему же стоит выбрать Folk Finance? Необходимость масштабирования и улучшения устаревшей децентрализованной индустрии кредитования привела к разработке этого уникального и инновационного протокола. Инновационная система устойчивого стимулирования. Разработанная для обеспечения надежности протокола в долгосрочной перспективе. Folk Finance имеет уникальную систему стимулирования, которая вознаграждает только хороших пользователей устойчивым образом. Кроме того, благодаря агрегатору вознаграждений, протокол позволяет внешним пользователям протоколу стимулировать определенные пулы Folk Finance желаемым активом. Таким образом, протокол способен распределять несколько стимулов, а также ограничивать Earn and Dump. Протокол дает возможность вкладывать награды, чтобы зарабатывать больше, но медленнее. Безопасность и управление рисками. Чтобы гарантировать безопасность пользователей, код протокола был проверен три раза, а это важно. Кроме того, экономическая обосновка также была хорошо протестирована благодаря обширному партнерству со специализированной компанией. Folk Finance имеет уникальный способ определения параметров кредита. Каждая криптопара, залог, заемный актив тестируются и модерируются перед определением относительного порога и параметров. Все для обеспечения самых низких рисков для пользователей. Это нейтральный блокчейн. Следуя стратегии Environmental Algorand под названием The Greenest Blockchain, Folk Finance сотрудничает с Climate Trade, обязываясь покупать соответствующее количество углеродных кредитов, что позволяет Climate Trade компенсировать углеродный след протокола. То есть Folk Finance заботится о природе. Простота использования. Начиная с нулевого дня, Folk Finance была построена с императивом создания самой простой и удобной платформы на рынке. На Folk Finance пользователи могут вносить, занимать, предоставлять ликвидные торговые вознаграждения очень простым и гибким способом. Скоро расскажу об этом поподробнее. Folk Finance ориентирована на сообщество. Название говорит обо всем. Folk Finance – это финансы для людей. И поэтому Folk Finance решил распространить более 50 своего токена управления Folk для своего сообщества. А это отличное и, я думаю, очень справедливое решение. Как же подключиться к Folk Finance? Требуется один из следующих кошельков, поддерживающих Algorand. Это мой кошелек Algorand. Он предпочитается для компьютера. И Pera Wallet предпочитается для мобильного приложения. Также по ссылочке в описании будут все сайты и туториалы, как создать эти кошельки. Как только кошелек готов, первым шагом для взаимодействия с протоколом является подключение кошелька к интерфейсу Folk Finance. Так, как же пополнить Folk Finance? Все поддерживаемые ASA могут быть депонированы в протоколе. Когда пользователь вносит депозит, сумма токена будет собрана в уле относительной ликвидности. Пользователь получает сумму, алгоритмически рассчитанную, F-токен, которую можно использовать для снятия депозита или блокировки их в качестве обеспечения для получения кредита. После внесения депозита пользователь сразу же начинает получать проценты по депонированному активу в соответствии с процентной ставкой, рассчитанной пулом. Сумма, внесенная пользователем, хранится в смарт-контракте до тех пор, пока не произойдет транзакция вывода средств, так как же сделать депозит. Но для начала нам нужно иметь немного алга, чтобы оплачивать все транзакционные сборы. Не забывайте об этом. Такс, теперь на странице депозита. Сначала мы нажимаем «Пополнить» кнопкой на панели навигации в веб-приложении, потом в доступном для депозита разделе прокручиваем несколько активов, поддерживаем их протоколом и найдем их с помощью «Функция поиска активов». Выберите тот с процентной ставкой, которая подходит вам лучше всего. Третье. При нажатии на нужный актив появляется специальный виджин. Введите или введите сумму токена, которого вы хотите внесите и нажмите «Продолжить». Если вы впервые внесли этот токен, вам будет предложена регистрация к F-токену. И вы получите F-токен в обмен на ваш депозит. В общем-то, таким образом. Потом подтверждаем депозит. Далее вы получаете сообщение об успешном выполнении, если все было выполнено. А теперь как вывести средства. Перейдите в раздел «Депозит» на панели навигации веб-приложении. В разделе «Мой депозит» в правой части страницы выберите актив, который вы хотите вывести. При нажатии на нужный актив появляется специальный виджин. Введите сумму токена, которую вы хотите вывести. Подтвердите операцию. Если все было выполнено правильно, вы получите сообщение об успешном выводе средств. Как же заимствовать? Пользователи могут запросить кредит в активе, который они хотят заимствовать, если он поддерживается протоколом. Чтобы получить кредит, необходимо заблокировать сумму депонированного актива в качестве обеспечения. По соображениям безопасности, максимальная сумма займа, которую может получить пользователь, должна быть ниже стоимости соответствующей обеспеченной суммы. Для каждого актива, используемого в качестве обеспечения, протокол допускает конкретные заемные активы с определенными пороговыми значениями и параметрами. Ну, то есть, если у вас в обеспечении будет 1000 долларов, то вы можете взять в кредит максимум 1000 долларов. То есть, если вы не вернете кредит, платформа ничего не теряет. Так, как же заимствовать? Придите на страницу заимствования в панели навигации в веб-приложении. Прокрутите список нескольких активов, поддерживаемых протоколом, и найдите с их помощью функции поиска активов. Выберите тот, который вы хотели бы заимствовать. При нажатии на нужный актив появляется специальный виджет. Выберите актив для использования в качестве залога. Введите или используйте первую полосу прокрутки, чтобы ввести сумму кредита. Затем используйте вторую полосу прокрутки для управления фактором здоровья. Управляя им, вы сможете изменить залоговую стоимость и значение кредита по своему вкусу. Создайте депозитный счет, следуя инструкции. Нажмите на кнопку «Заимствовать», чтобы отправить. Вы получите сообщение об успешном выполнении, если все было выполнено правильно. Как убрать FR-токен? Нажмите на кнопку «Reward с агрегатер» на панели навигации веб-приложения. В разделе «Доступно для торговли» выберите тип «FR-токен для торговли». Выберите «Instant», введите сумму, которую вы хотите обменять. Нажмите на кнопку «Claim Reward». Если у вас никогда не было одного или нескольких наградных токенов, вам будет предложено отказаться от них. Таким образом, нажмите «Option». Нажмите на биржу. Вы получите сообщение об успешном выполнении, если все было выполнено. Algo Liquid Governance. Система делегирования протокола, которая позволяет держателям Algo участвовать в управлении Algorand, поддерживая их ликвидность. Как обменять Algo на G-Algo? Перейдите на страницу Algo Liquid Governance. Нажмите на монетный двор. Введите количество G-Algo, которое вы хотите чеканить. Нажмите «Продолжить». Если вы никогда не держали G-Algo в своем кошельке, вам будет предложено сначала зарегистрироваться на токен. Вам также может быть предложено зарегистрироваться в приложении Governance. Затем нажмите кнопку «Opt-in». Нажмите на монетный двор. Вы получите сообщение об успешном выполнении, если все было выполнено. А теперь как же отменить G-Algo и вернуть на G-Algo обратно? Перейдите на страницу Algo Liquid Governance. Нажмите на кнопку «Unmint» в разделе «My G-Algo». Введите сумму G-Algo, которую вы хотите снять. Нажмите «Продолжить». Вы получите сообщение об успешном выполнении, если все было выполнено. Также Fox Finance прошел три аудита. От Runtime Verification в январе 2022 года, Vantage Point в феврале 2022 года и CoinSpec в марте 2022 года. Всем спасибо за просмотр. Видео может быть немного получилось долгое, но зато очень интересное. Все ссылочки будут в описании на контакты, на комьюнити Fox Finance и на их сайт. Всем удачи и будьте аккуратны.